День внутренних войск День внутренних войск Александр Лукашенко провел совещание по заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания. Среди участников – руководство администрации президента, председатель Совета Республики, управляющий делами президента и начальник секретариата ВНС. В качестве основного докладчика выступил премьер-министр страны Роман Головченко. Глава государства подчеркнул особое значение предстоящего события, ведь это будет хоть и 7-е ВНС, но его первое заседание в новом, зафиксированном в обновленной Конституции качестве. Очень важно и внешне, и по содержанию привести его на самом высоком уровне. Знаю, что вы дважды обсуждали эти вопросы, вышли на конкретные решения и предлагаете сегодня их обсудить на моем уровне. Мы определились по формату проведения Всебелорусского народного собрания. Детали давайте обсудим, но еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, но и самое главное – содержательно. Чтобы вот так было, как выборы в России, комар носа не подточит, чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. Перед началом совещания Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Белорусский лидер поздравил российского коллегу с убедительной победой на президентских выборах, отметив высокую явку избирателей. Госавтоинспекция продолжает пресекать попытки вождения в нетрезвом виде. На днях был зафиксирован очередной курьезный случай. Инспекторы остановили Ниссан, водитель привлек внимание. За рулем находился нетрезвый 38-летний бобруйчанин. В машине находилась его 10-летняя дочь. А свидетельствование показало у мужчины более 2 промилле алкоголя в крови. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения ни при каких обстоятельствах, чтобы не ставить под угрозу жизни, здоровья и окружающих. Нарушителю придется заплатить крупный штраф и на 5 лет забыть о водительском удостоверении. Вложение в комфорт на низком старте и окончательная цифровизация. Индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут подавать декларации только в электронном виде, когда изменение вступит в силу. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Аграрии настроены на максимально продуктивную работу. Сельхозорганизации планируют собрать в этом году не менее 10 миллионов тонн урожая. Сейчас механизаторы страны активно готовят почву к севу, закрывают влагу, вносят удобрения, подкармливают озимые. К слову, агропродовольственный сектор по результатам января увеличил валютную выручку от реализации продукции на 2%. На восстановление дорог в Беларуси направят более 2 миллиардов рублей. В планах закончить ремонтные работы к 9 мая. С начала года на республиканских асфальтовых артериях было ликвидировано 90 тысяч квадратных метров ям, на местных порядка 70. К слову, в прошлом году поступило 40 тысяч обращений по дорожным вопросам. Индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут подавать декларации только в электронном виде. Сделать это можно будет в 12 регистрационных центрах. Подробная информация размещена на национальном сайте электронных услуг. Специалисты рекомендуют заранее подготовиться и получить цифровую подпись. Изменения вступят в силу с 1 июля. В республике стартовал уникальный образовательный проект «Запусти сердце». Участие примут более 20 тысяч десятиклассников со всех регионов страны. В учреждениях образования ребята изучают основы оказания первой помощи. Большой упор в программе на практическую часть. Для этого создано более 300 площадок, оснащенных современным оборудованием и манекенами. Занятия будут проходить каждую субботу до середины мая. С начала года безвизом воспользовались более 52 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцы, без малого 11 тысяч латвийцев и почти 10 тысяч поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет тем временем напоминает. Безвизовый режим продлен до 31 декабря 2024. На передовой безопасности в Беларуси отмечают День внутренних войск. В 106-й годовщине со дня образования был приурочен праздничный концерт. На торжественном мероприятии собрались руководства администрации города, УВД Бобруйского горисполкома, представители силовых структур и воинских частей. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, умелые действия, профессионализм и инициативу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, достижение высоких результатов боевой подготовки и воинской дисциплине и в связи с праздничной датой лучшим военнослужащим и ветеранам были вручены нагрудные знаки, благодарности и почетные грамоты. В войсках продолжается развитие компонента специального назначения, поступают новые образцы вооружения, военной специальной техники. Я горжусь тем, что в настоящий момент команду войсковой части 55-27 считаю, что мои подчиненные всегда достойно выполнят поставленную задачу. Всем желаю крепчайшего здоровья, мира, благополучия, успехов, всего самого на лучшее, с праздником. Внутренние войска – мощная силовая структура, которая обеспечивает поддержание законности и правопорядка в стране. Они надежно стоят на защите интересов белорусского народа конкретными делами, доказывая верность присяге и закону. В этот день страна отдает дань уважения сильным, мужественным людям, которые считают своим долгом круглосуточно обеспечивать общественную безопасность. Народные гуляния в Бавруйске широко отметили Масленицу. Традиционные конкурсы, ароматные лакомства и фееричное сжигание чучела зимы. Сотни жителей и гостей города проводили холодную пору года. К народным забавам присоединилась и наша съемочная. Насыщенная концертная программа развернулась в парке культуры и отдыха. Ярмарка, фудкорт, аттракционы привлекали внимание всех желающих. И даже пасмурная погода не стала помехой веселью бобруйчан. Звонкие счастливые голоса, манящие ароматы блинов с различными начинками – неотъемлемая часть масленичных гуляний. За традиционным лакомством выстраивалась длинная очередь. Эмоции зашкаливают, можно так сказать. Я каждый год хожу на Масленицу. Самое масштабное событие для меня – это когда лезу за призами на стол. Концерт идет, все очень весело. Правда, погода не очень радует. А так все классно, здорово. Ожидаю веселья, чтобы все было классно, замечательно, чтобы у всех было хорошее настроение. Получить только положительные эмоции, посмотреть вообще на людей, которые соскучились по весне, по этому празднику. И пожелать всем удачи в будущем году. Долгожданный момент – снятие петуха с 12-метрового столба. Добраться до верхушки вызвали семь мужчин разных возрастов. Самому младшему участнику – 9, старшему – 39. За призы от предприятий города шла упорная борьба. Даниил Романовский под бурные аплодисменты забрал главный приз. Я участвую первый год, уже получил приз. Эмоции отличные. В перетягивании каната участвовали две команды по три человека. Любителей активных развлечений встретили и на аллее забав. Здесь бобручане испытали силу и ловкость в народных конкурсах. Возле сцены – фейерверк песен и танцев под громкие аплодисменты зрителей. Все хорошо организовано, только обортит, конечно, немножко все погода. Но все равно люди ходят, молодцы, создают настроение праздника. Очень отлично, нам нравится. Несмотря на погоду, бывает, ну, мы ходим, когда и снег, вот и дождь, и нам очень нравится. Все очень хорошо, весело, интересно. Фаер-шоу столичных артистов – кульминация проводов зимы. Гости праздника, затаив дыхание, наблюдали за фееричным обращением с огненной стихией. Финал выступления – сжигание чучела зимы, символа долгих холодов. Пламя унесло все невзгоды прошлого и стало предвестником долгожданных солнечных дней. Роман Костюков, Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Маршрут на 100 баллов. В стране проходит третий этап репетиционного тестирования. Испытания организованы по 15 предметам за курс общего среднего образования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Республиканского института контроля знаний, где размещена подробная инструкция. Стоимость за одну дисциплину – 10 рублей 90 копеек. В пункт проведения РТ с собой необходимо взять распечатанный пропуск, паспорт, черную гелевую или капиллярную ручку. Репетиционная является подготовкой к и централизованному экзамену, и централизованному тестированию. Поэтому очень важно прийти, посмотреть атмосферу, как заполняется бланк ответов, попробовать, чтобы дальше уже было меньше ошибок. С графиком проведения РТ можно ознакомиться на официальном сайте автотранспортного и аграрно-экономического колледжа или РИКС. В 20-х числах апреля участники смогут получить решение заданий теста для проведения работы над ошибками. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!